Екатеринбургская митрополия в эти дни принимала в гостях преподавателя Санкт-Петербургской Духовной Академии архимандрита Августина Никитина. Отец Августин – автор нескольких сотен статей и ряда монографий, посвященных церковным и историческим вопросам. На Урале он представил на суд читателя свою новую книгу о Святой Земле. Подробный рассказ о Святой Палестине, своеобразный путеводитель для паломников по Святой Земле, написан богословом с большим опытом путешествий. Отец Августин, помимо преподавания в Духовной Академии, читает лекции во многих вузах Петербурга, принимает участие во всероссийских и международных конференциях и семинарах. Его путевые очерки знакомы читателям журнала «Эхо планеты». Однажды монах даже плыл во Святую Землю с группой паломников на судне, стилизированном под старинную русскую ладью. Мой коллега, который там был на борту, журналист из Мурманска, Виктор Георти, он задумал написать книгу. Ну, у него, конечно, тогда уже, как у журналиста-писателя, были какие-то там связи, издательства. Мурманский журналист тогда, в 1992 году, выпустил книгу к Святой Земле под парусом надежды в соавторстве с отцом Августином, к которому обратился для описания духовных аспектов. Сегодня уже сам отец-архимандрит решил собрать свои знания о Святой Земле в отдельное издание. Другая вышедшая полгода назад книга отца Августина, которую он презентовал читателем Екатеринбурга, называется «Русский медведь и китайский дракон». Дозированные заметки растущей китайской угрозе отец Августин сложил мозаикой и в ней ясно увидел, что Китай превосходит нашу страну в большинстве отраслей развития. На фоне просыпающегося дракона жители страны Большого медведя должны помнить о своей национальной культуре. В этой книге все сказано, подборка по всем направлениям. Здесь можно привести слова Столыпина, которая сказала, что если в какой-то нации нет сверхидей, тогда она станет удобрением для другой, более сильной нации. Презентация собственных книг стала для архимандрита Августина лишь частью его путешествия в Екатеринбург. Конечно, не мог паломник обойти вниманием святыни Урала, среди которых прочно занял свое место храм-памятник на крови в честь всех святых в земле российской просиявших. Именно здесь в минувшую субботу состоялась архиерейская божественная литургия. Ее возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Кирилл, сослужил уральскому архипасторю гости с северной столицы. И, наверное, не случайно так вышло, что буквально на следующий день после сказанных на презентации новых изданий слов о национальном единстве и сверхидеи вспоминали о царе Николае. В день рождения государя митрополит Кирилл вручил медаль царственных страстотерпцев одному из самоотверженных исследователей, положивших большие труды ради увековечивания памяти святого императора Всероссийского. Анатолий Михайлович Верховский в свое время принимал участие в первом молебне, организованном на месте мученической гибели царственных страстотерпцев. Его стараниями было правильно определено место, где были уничтожены останки императорской семьи. Теперь на Ганиной яме вырос целый монастырь. Хотя сам исследователь отрицает личные заслуги, ссылаясь на божий промысел, мы помним о том, что руки Господа – это часто и есть руки верующих людей.